всем привет хочу показать небольшое приспособление на изготовление которого ушло порядка наверно 30 40 минут ну плюс там небольшие недоделки вернее доделки потом такая конструкция 2 фанерки эти отверстия чисто так вырезан для красоты можно сказать здесь две трубы от гардины то есть все что как обычно все что под руками две шпильки которые покупаются в строительном магазине в любом и два кусочка резины можно я не знаю какие-нибудь другие вещи использовать так а приспособление это нужное для чего покажу тех кто занимается собственно самостоятельно обслуживание велосипеда достаточно бывает неудобно все это делать когда велосипед стоит на полу вот это приспособление таким простым макаром ставится на детский комплекс так и вот так и все и сюда мы вешаем велосипед на эти резинки за раму за это место одна резинка вот здесь будет 2 вот здесь варианты вариантов конструкции наверно можно выдумать миллион вот я сначала хотел сделать одно только ребро и от него небольшую косину отсюда вот чтобы не крутился велосипед вернее чтобы вот это вот прикладина сама не болталась на ступеньках комплекса вот но не особо так удобно было бы как мне показалось в общем решила сделать такую двойную опору можно так или подвес назвать прелесть в том что быстрота изготовления достаточная простота фанеры здесь по моему 12 насколько я помню были кусочки небольшие из отходов то есть уже даже не от нового листа отрезал валялись примерно по размеру подобрал и вырезал такую форму произвольно вот единственное вот вот это расстояние до отсюда нужно учитывать с учетом того как насколько у вас педали торчат от оси велосипеда ну то есть чтобы висящий велосипед педалями не задевал за ножки комплекса такого рода крепления продаются для крепления на стену то есть там идет типа петли ставится петля и от нее труба с каким-то там упором я уже не помню и конце два крючка но это крепить на стену это всегда будет висеть и как бы место для крепления такого нужно достаточно большое то есть в уголочке там не прицепишь соответственно это крепление будет где-то на виду ну и снимать его каждый раз не особо ну не то что неудобно вообще как это не подразумевается что она будет сниматься закрепили один раз на стену и все она только складывается по стене выглядит она не особо так пристойно а это мы попользовались если она нам не нужна мы его сняли убрали может быть даже разобрали то есть раз чтобы разобрать нужно эти две гаечки отвернуть все она будет разобрана и прелесть но опять же при наличии детского комплекса быстрота установки и гибкость в том плане что установить я могу на любую высоту то есть если мне нужно перебирать например там что то с тормозами мудрить я ставлю повыше вот если мне нужны допустим сиденье там но сиденье ланси не можно и настоящим велосипеде настраивать с рулевой вот возился вилкой вот то есть не вилкой вернее с рулевой колонкой воды вилку в принципе если не снимать к самому самого велосипеда тоже можно обслуживать на весу вот но с рулевой колонкой вот так вот например или если не хочется стоять на ногах можно пониже опустить сесть на какой-то стульчик и спокойно сидеть ковыряться там девочек хочешь цепь смазать и прочее регулировать настраивать все достаточно удобно вот но сейчас покажу как это все выглядит в подвешенном состоянии как велосипед на ней висит в общем посмотрите вот так велосипед выглядит в подвешенном состоянии он висит если брать за основу колеса не горизонтально то есть передние колеса чуть ниже заднего но это по сути не принципиально крайне мере для меня значит здесь видим что у нас рама висит вот в этих вот резиночках трубка гидравлики не придавлена она спокойно болтается то же самое трасса то же самое здесь ходу трубки есть в общем все это достаточно бережно получается ну так вот выглядит зазор до между педалью и трубой комплекса то есть вращение и вращение если увлечься вращением сильно разгонять да можно ударить вот ну в принципе как бы проблем вроде как особых не было при настройке то есть в принципе достаточно этого зазор небольшого но в то же время его хватает еще раз покажу так вот вот ну и соответственно велосипед можно спокойно развернуть на другую сторону для например настройки переключателей здесь вот на этой стороне удобнее тормоза настраивать еще какие-то работы делать чтобы настраивать переключатели лучше его развернуть у себя другой стороной и точно так же он подвешивается тоже без проблем так ну и вот наверное все такая вот приблуда ладно всем спасибо всем пока